Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 28-й том, тема «Семья». Вопрос 3944. До перестройки много слышала о свободе на Западе, но теперь мнение мое пошатнулось, когда узнал об их законах, когда за одно слово жена может посадить мужа и могут оштрафовать за собственное воспитание детей, если оно не сходится с государственным. Чем это вызвано у них? Ответ Игнатия Лапкина. Тем, что все промасонено, что близко пришествие Антихриста, которому искренне верующие христиане не нужны, а нужно свое произведение. В отдел заступничества МСЦЕХБ, евангельские христиане-баптисты, поступило сообщение от верующих из Германии, в котором они пишут, «В пятницу, 14 января 2005 года, наши братья и сестры по вере Ольга Ланге, проживающая по адресу улица Сант-Хайнрих, 188-33758, город Шлосс-Холте, «В семье семь детей, младший и еще грудной Андреас и Мария Мартенс, проживающие по адресу улица Кляйберг, 11-33758, город Шлосс-Холте, у них 12 детей и 16 внуков, получили из прокуратуры города Билефельда приглашение для тюремного заключения». В январе прошлого года эти родители по религиозным убеждениям не разрешили своим детям вместе с классом посетить представление в театре. После этого состоялся суд, их оштрафовали. Штраф они не уплатили, и теперь их хотят посадить в тюрьму. Семьям Блок, две семьи, Паульс, Плетт, Трифоникхине, Гайфлинг и Штрубель, и проживающим в городе Паденборне, также присудили денежные штрафы за то, что они по религиозным мотивам решили обучать своих детей дома. В настоящее время идет настрой общественности против христианских семей путем публикации различных клеветнических статей в газетах. Христиане Германии просят молиться и ходатайствовать, чтобы были отменены все решения суда в отношении вышеупомянутых многодетных семей, и они могли бы обучать своих детей самостоятельно. На сайте отдела заступничества приведены адреса, по которым можно посылать ходатайство. Иезекииль 3, 4 глава, 4 стих. «Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью». Третья Маковейская, 7, 4. «Они-то привели их в оковах с насилием, как невольников, или лучше, как наветников, и без всякого рассмотрения и исследования покушались погубить их, изобретая жестокости, лютейшие даже скифских обычаев». Стихотворение «Хороший стан, чем голос звучный, иметь приятнее вас стократ. Вам это пояснить я басни рад. Какой-то становой, с собой довольно тучный, надевший ватошный халат, присел к открытому окошку и молча начал гладить кошку. Вдруг голос горлицы внезапно услыхал «Ах, если б голосом твоим я обладал, так молвил пристав, я бы тещи приятно пел в тенистой роще и сродников своих пленял и услаждал». А горлица над уголовкой покачала и истановому так воркуя отвечала «А я твоей завидую судьбе, мне голос дан, а стан тебе». Косма Прутков Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok